Всем привет! Наверное, никто из вас не откажется от путешествия в живописную европейскую деревушку или на какой-нибудь райский остров посреди теплого моря. Но порой нас тянет пощекотать себе нервишки и посетить такие места, от которых волосы на голове встают дыбом. Ну, например, зайти в заброшенную церковь, погулять по жуткому лесу или случайно набрести на дом с очень странными куклами. Возможно, таким образом мы подсознательно хотим прикоснуться к чему-то паранормальному и непонятному. Если вы уже почувствовали прилив адреналина, то сегодня мы как раз покажем самые криповые места на планете, в которых лучше не появляться в одиночку. Не переживайте, от потусторонних явлений и мистических существ вас защищает экран монитора. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Поехали! Психиатрическая лечебница Форест Хайвен. Что может быть страшнее заброшенной психиатрической лечебницы? Правильно! Только лечебница, где над больными издевались и ставили на них опыты. Этот огромный приют для душевнобольных детей Форест Хайвен был открыт в округе Колумбия еще в 1925 году. За десятилетия работы через него прошли сотни тысяч малышей и подростков, большинство из которых были беспризорниками. Как правило, родители сами отказывались от них, как только узнавали о неизлечимых психических отклонениях. Долгое время больница действительно была раем на земле. На ее территории была создана фермерская община, где детям помогали почувствовать себя любимыми и приобрести рабочие навыки. Но в 60-е финансирование резко прекратилось и квалифицированные врачи ушли из Форест Хайвен. Новые сотрудники частенько вымещали свою злобу на маленьких пациентах, а некоторые исследователи даже уверены, что приют долгое время использовался спецслужбами США как место для проведения тайных экспериментов. Уж не знаем, что все это нам напоминает больше. Фильм «Остров проклятых» или «Лечебницу Аркхема из Бэтмена». И почему режиссеры вообще строят для своих картин декорации, когда есть такие атмосферные места, как психиатрическая клиника Форест Хайвен. Жуткие статуи. Иногда пугает не столько мрачная атмосфера, сколько вещи, которые по всем законам логики не должны находиться в определенном месте. Как, например, вот эти индийские статуи, которые можно встретить на севере Ирландии. В этом регионе, в принципе, мало индусов, так же, как и почитателей буддийских божеств. Этот парк – коллекция скульптур, которые были отлиты по заказу местного жителя. Он видел всех этих существ в своих снах и просил индийских скульпторов повторить их в камне или металле. Мы, конечно, знаем, что некоторые люди бывают странными, но только посмотрите на это чудище, встающее из болота. Если парню действительно снится подобное, то у него явно какие-то проблемы со сном. Хотя некоторые статуи выглядят даже забавно. Место, почему-то посвященное известному математику Аллану Тьюрингу, редко посещают туристы. Вряд ли кому-то из них хочется видеть странных существ, которые совершенно не свойственны культуре Ирландии. Чтобы насладиться острыми ощущениями, владелец парка советует приезжать осенью и под вечер. Тогда фигуры кажутся наиболее зловещими. Старинная тюрьма Тюрьма – довольно атмосферное и устрашающее место. В нашем сознании оно всегда связано с болью, отсутствием свободы и замкнутым пространством. Не случайно место действия многих фильмов ужасов и триллеров связано с этим учреждением. Вспомнить хотя бы легендарное «Молчание ягнят». Старейшая американская тюрьма могла бы стать неплохими декорациями для какого-нибудь мистического кино. Снаружи здание напоминает готический замок, а внутри ее огромные блоки больше похожи на церковные своды. Это исправительное учреждение считается первым построенным в соответствии с законами об исполнении наказания. Поэтому она выглядит одновременно и старой, и современной, что само по себе пугает. Здесь отбывал свой срок даже такой знаменитый негодяй, как Аль Капоне, а также другие преступники периода Великой Депрессии. Сегодня эта тюрьма – часть исторического музейного комплекса Филадельфии. Каждый Хэллоуин здесь проходят веселые и страшные квесты с участием живых актеров. В одном из таких мероприятий даже принял участие знаменитый режиссер Гильермо Дель Торо. А вы бы отважились побродить по этим темным, старинным коридорам? Парк скульптур Вейо. Ненадолго отвлечемся от храмов. Помните китайскую терракотовую армию? Кажется, в Финляндии есть свой аналог этого чуда, правда, куда более пугающий. Посмотрите на все эти странные человеческие скульптуры. Чувствуете, как мурашки бегут по телу? Многие люди находят эти изваяния мистическими и даже зловещими. На протяжении сорока лет их создавал местный житель, работник бумажной фабрики Вейо Рёнкёнин. Он был очень замкнутым и скрытным человеком, поэтому никогда не выставлял скульптуры на показ, а хранил их на своем участке. После его смерти соседи обнаружили странных людей из бетона, и место быстро наполнилось любителями острых ощущений. Со временем домик Вейо стал настоящим парком ужасов и однажды вошел в топ-20 самых пугающих мест в мире. Страха добавляет и то, что некоторые изваяния имеют искусственные зубы. Хочется верить, что это просто статуи, а не застывшие жертвы зверских экспериментов Вейо. Очень странная часовня А вот еще один храм со своими странностями. На этот раз хоть и обошлось без черепов, но выглядит все не менее жутко. Эта неприметная часовня имени святого Роха в Новом Орлеане выглядит не совсем так, как другие здания подобного типа. Внутри можно найти деревянные скамьи, алтарь, место для подношений, а еще вот эту необычную комнату. В ней висят десятки различных протезов, начиная от искусственных ног, заканчивая вставными глазами. Но зачем внутри храма нужна такая комната? История такова. В 1867 году на юге США буйствовала желтая лихорадка. Местный священник Питер Тевис вознес мольбы святому Роху и дал обет, что если болезнь не тронет никого из его прихода, он построит в честь него часовню. Как ни странно, ни один прихожанин Тевиса не пострадал от эпидемии ни в 1867 году, ни во время другой лихорадки 1878. За это Тевис возвел часовню святого Роха, заступника от чумы и других болезней. С этого времени у жителей города возникла традиция нести в церковь протезы и другие предметы после того, как к ним вернулось здоровье. Дом кукол Если вы вдруг соскучились по жутким местам с куклами, то одно такое мы как раз нашли. Этот дом висячих кукол находится недалеко от Праги и ежегодно привлекает тысячи туристов со всей Европы. Первое, что бросается в глаза – огромное дерево, на ветвях которого висят изуродованные игрушки. Кажется, что в этом доме тысячи кукол самых разных форм. Хозяин поместья считает, что таким образом он дает игрушкам вторую жизнь и спасает их от свалки. Не знаем, нравится ли самим куклам такая жизнь, но выглядит это действительно пугающе. Уверены, вы уже пакуете чемоданы, чтобы скорее отправиться в это прекрасное место. САД ЧУДОВИЩ Люди любили создавать таинственные и пугающие сооружения еще с древних времен. Один из самых ярких примеров – Сад Чудовищ в Италии. Эту композицию создавали по проекту семьи Арсини в середине XVI века. В 1580 году парк был достроен и нередко использовался для высоких приемов. В саду скрыто множество скульптур мифических существ – Пегаса, дракона, цербера, гигантской черепахи, сирен и прочих. Пожалуй, самой впечатляющей скульптурой можно назвать «Врата в преисподнюю». Это огромная человеческая голова с разинутым ртом, в которую можно зайти. Наверху холма, на котором располагается сад, путешественников ждет прекрасный храм, олицетворяющий небесное царство. Так, сразившись с чудовищами, посетитель парка сможет попасть в настоящий рай. Ученые утверждают, что глава семьи Арсини построил эту композицию в честь своей жены Джулии. Впрочем, диковинные и экзотические животные смотрятся слишком необычно на фоне классического итальянского пейзажа. Многие люди находят эти статуи пугающими и напрочь отказываются входить во врата преисподней, считая это недобрым знаком. Каким бы скептиком вы ни были, вы точно не захотите гулять по этому саду поздним вечером или даже ночью.